всем привет с вами снова и мы продолжаем проходить бесконечное лето мод под названием темная сторона искренности мы уже мы дошли до того момента что а паре в детский сад воспоминаниях я сейчас могу одно сказать у меня сейчас проблемам горлом немножко побаливается так что и видео будет не очень долгой давайте начнем больше мы затем больше мы посмотрим тем интереснее будет становиться прямо перед домом оказалась небольшая игровая площадка решили остановиться именно здесь нельзя сказать что она хотя бы как-то выделялась ведь других подобных и площадок ничего необычного несколько всем знакомых к черри 3 связанным другом турника и небольшая горка которые вилла к еще успешно высохнуть после дождя лужи было бы довольно неприятно скатиться с нее и только потом понять всю горечь своей же несправимой ошибки воспоминания почему-то ни одна и скачение приглядела с ульяне она стала напротив меня и перевела свой взгляд на мое лицо а точно может что и воспоминания в городе сейчас как тебе наш город нравится наверно сам подходящий вопрос от того кто провел в нем не более трех часов ты только не начинай мне же просто пытаюсь быть вежливой я промелькнувшее недовольство стал меня выдавить из себя небольшой смешок нравится даже в очереди это еще в других местах не был ну как минимум последних семь лет многовато ты хочешь как приезжался в действии многие фрагменты благополучно растворились без мятежной памяти ребенка лишь незначительные отрывки мелькнули голове что суммарно им потребовалось на не более пяти секунд настолько они сейчас казались ничтожным что я больше предпочитал склоняться к тому что бывают здесь первые же первой жизни хотя это было далеко не так те фрагменты были связаны именно с братом именно он помог тогда мне хорошо провести время в эту же в этом мною месте отдельно спасибо ему за это вряд ли бы без него у меня было бы хоть более желание вновь возвращаться в этот город учитывая еще и то что в этот раз он посчитал нужно остаться дома помню хоть и довольно слабо ничего страшного мы еще успеем заполнить твою память новыми воспоминаниями наверное а как делать дело в своем городе в каком плане чем ты там занимаешься подобный вопрос часто сбивали меня с толку никогда мне не находилась конкретно на них ответа поэтому я привык придерживаться только одного универсального можно сказать что ничем я на не снова удивилась она явно ждал более развернутого интересного ответа допустим быть такой попросту не может чем же ты целыми тогда занимаешься она надо и гулять со своими друзьями в скобочках черт а порыве недовольство я неосознанно умудрился принести по цене слова чересчур сильной интонации чем явно задел девушку это не слишком ты этому рад неужели все настолько плохо какие-то песни 6 действительно настолько плохо гораздо уже меня вновь задаться этим вопросом такой неподходящий момент от друзей моем сознании осталось только слова от и от приятия мимолетное понимание звонки и сообщения каких-то знакомых мне людей побуждали мне выйти из дома провести некоторое время с ними с людьми интересы которых никогда не сходили с моими в какой-то момент ко мне пришло сознание осознание того что все они попросту удовлетворяют мои социальные потребности в общении а личное отношение ко мне для них нечто далекое и кто им такое вообще сказал кто дал им повод думать так обо мне вы бы так уверены собственной правоте что решили выбросить меня из-за собственной жизни я помню как заканчивались наши прогулки масса нескончаемых обзыватель с неприятной фразы полис из их уст в сторону друг друга нередко задевает слабо заинтересована в таком поведении меня каждый день одно и то же каждый день все не расходились желанием порвать друг друга вот и додобавить что-нибудь еще уже произнесенным словам чем же начиная следующая встреча конечно же улыбки беззаботные смешки полное беспрямство прошлого бит будто бы ничего не как никогда не происходило ибо я оказался настолько за за памятным либо те люди настолько сильно боясь реальности что решили полностью отрицать ее действительность а я же сначала полностью перестал верить свою право принадлежность к этому обществу а потом оси отбросил все связи с ним нормально я посмотрю на ульянос уже слегка по ничьим взглядом но как можно скорее натянуть себя далеко не искренне улыбку не стоит и говорить об этом это будет явно лишним все хорошо я просто слегка отговорился не подумай ничего плохого точно может даже не сомневаться я тебе верю прекрасно не хотелось бы по попросу загружать твои мысли своими проблемами а уже так и сделал уже так и он уже так и сделано все равно будет это думать что же там происходит в городе сама как дела у тебя явно найдется чем о чем ранее рассказать и решил задать тот же самый вопрос одной стороны он мне тоже не слабо заинтересовалась другой же у меня попросту небо и хватало фантазии найти более оригинальной все довольно неплохо могу похвастаться чем-то поистине градиозным но успехом своей в сфере поделюсь буквально на днях напоминание мне о том как кого вообще мы решили навестить после продолжительной паузы родители не раз говорили о мне об ульяне к ее предстрастий к гимнастике но почему-то нефа не фотографий не видеороликов мне не было показано подтверждение их слов наверное какой-то степени и к лучшему неподдельное удивление мне вызвали вид людей у которых я гостил несколько лет назад я никого не узнал конечно путем несложного логического чистый не все же смог расставить по местам все свои родственные связи но все же первые секунды пребывания уже в уже позабытом месте надолго застряли моей памяти кому не узнал ты ведь про гимнастику так ведь мою сторону последуя несколько не продолжительных хитиков и ким же успехом ты можешь со мной поделиться во многих соревнованиях из него далеко не последние места не будет что тебе показали когда мы вернем сами а мне еще на страничке есть несколько видео с стоплением по желанию ты и сам сможет на меня ознакомиться ближайшее время постараюсь сделать это это он сделает это он сделает у тебя и друзей то наверное целая куча вряд ли твои заслуги потом проходят мимо тут других твоих ровесников совсем совершенно для меня ее лицо заметно потускнело видимо моя догадка оказалась далеко неправильной я уже мысленно начал ругать его за то что настолько необдуманно задал я этот вопрос нельзя сказать что у них действительно так много как-то подумал гуляем и редко наши интересы очень сильно расходится в принципе мне довольно мало нужно было как-то разрядить обстановку видеть ульяна в таком состоянии почему-то очень не хотелось друзей не должно быть слишком много чем меньше группа тем больше внимания на каждого его участника человек 56 не больше остальных уже можно смело приписать приятию хотя сколько друзей шах и я в ферзь неожиданного вопроса зажал в углу короля моей попытки закрыть грустную тему о дружбе который он волновал каждого из нас томаты я сразу как они не проверить в ту цифру которую я намерился и сказать очень хотелось и врать ему тоже в данной ситуации не нашел в себе сил поступить как-то иначе трое ее про и поднести на сантиметр вверх ну что трое да что ладно трое так и так честно говоря я ожидал немного больше я же говорю об этом это уже вполне достаточно чтобы быть чтобы хорошо провести время не загоняй себя из-за это здесь еще только начинается в твоем возрасте завести новое знакомство достаточно просто будущем у тебя будет масса друзей я улыбнулся эта улыбка уже полностью искренне что с моей стороны было весьма редким явлением считай что 1 ты только что уже нашла если промахнулся ударе по голову как пиздец не был незначительный толчок резкое обострение чувство осознания беготня мурашка по всему телу и руки окутри меня исцепились друг с другом пальцем за моей спиной еще вас сердцебиение фактически недостаток кислорода из мимолетной потери сознания отдыхания ехать прозвучавшие последние слова спасибо мы возвращаемся обратно воспоминание заканчивается ну а грянем все почти что я осталась неизменным и ситуация дружба повторилась и в этот раз только в более лучшем для меня свете я помню как закончить наше первое лето нам выдались всего один из одни сутки на то чтобы провести его вместе и все этих суток не хватило что поднять что это количество времени далеко недостаточно я жил нечто большего не не хватило той ласки которая смогла мне обеспечить застой непродолжительный промежуток времени никогда бы не подумал что мои взгляды на жизнь могут так резко поменяться под влиянием одного человека первое время даже старался как можно сильнее отрицать данный факт но долго это не продлилось конце концов я уже смирился с мысль о том что уже не смогу долго прожить без периодического взгляда в ее бездонные глаза я связал с ульяна свое будущее и уже не мог представить его без ее присутствия меня тяготила мысль о том что до следующей встречи нас разделяли тысячи километров и 12 месяцев непрерывного ожидания мои летние каникулы закончились поздно возвращения домой остальная же часть врезалась в память как непродолжительная часть осени до начала учебного года лето стал ассоциации целью цена именно с нашей новой встречи удивительно что она стала моим любим любимым временем года другие же дни и самым значимым для меня было то что вновь включая компьютер и заходя в браузер передо мной снова появилось оповещение о том что у меня есть непрочитное сообщение от неизвест от безвестного не отправителя я обещал себе никогда не забывать это лето я обещал себе обязательно дождаться следующей поездки а тут что-то случилось а вот мы вернулись обратно после нескольких уже пролетевших фрагментов рука автоматически потянулась карман за телефоном через десяток быстрых движений большого пальца мне все же удалось отыскать нашу историю переписки она неплохо спряталась под сотнями других подобных их диалогов не меньше времени понадобилось до того чтобы перерисать ее до ближайших тем событиям числа вечные недельные разговоры бесконечно помянуты в прошедших временах и не менее частые фразы о желании новой встречи люблю ценю учая обнимаю кажется общение с подобными словами под поочередно отдавались от то ударами в висках то незначительным покалыванием в районе груди после любой фразы следовали мелькающий кадр из моих прожитых лет подобном сайт-шоу они сменяли друг друга с одинаковой периодичностью мелька все это время фигурку таскать с собой я вытащу с карманом ту самую фигурку что осуществило меня напомнить о себе в моем давнем сновидении немало времени понадобилось ее на ее поиски своей далекой не идеально чистой квартире совершенно недавно я даже не мог подумать о том что она кажется на второй странице моего уже как код не тронут альбома для рисования я правым пальцем по ее гладкой поверхности во четыре раза помним как ульяна мне ее подарила все в той точности как во сне исключая всю мистику которая также сыграла немалую роль в моих воспоминаниях телефон решил вновь напомнить о себе черный цвет без спроса заполнился пространство его экрана потому что мой взгляд на ненадолго застрял на сообщении вы приедете понедельник или воскресенье и дешево воспоминания получается он каждый раз возвращаться реально и возвращаться в прошлом воспоминаниях чтобы понять всю суть в чем что происходило после модификации почему все так вот руках ульяна казалось немало размера коробка с обычными ей конструктором приземлишь вместе с ним на мою кровать она повернула она повернула коробку перед ней передней стороны ко мне дав мне возможность приблизиться понятию задержимое как я поддумал это казалось механическим конструктором картинка была многообещающей да и по лицу ульяна нетрудно было догадаться что она сама уже сильно хочет вызвать содержимое коробки хотя я если быть честным ожидать здесь более мне близких конструктор с огромным количеством разнообразных деталей которые невозможно было собрать без должной ему инструкции ее же альтернатива явно и подходила под мое описание инструкция внутри не обнаружилось а шестеренки которые после несколько потряс они коробки казались на кровати не отвечая с сильным разнообразием лишь несколько рисунков с примерами на задней стороне коробки динус мы демонстрировали нам варианты возможных сборок видимо производите конструктор по надеюсь истинно на детское воображение первое понятно почему не экран сал ярким глазах не бросится моторчик который все-таки сильно выделялся среди разнообразных разнообразных сбросаны вокруг него детали я не постеснился взять его в руки рассмотре поближе уряда привет перевела мое наблюдение указав пальцем одну из картинок на коробке да вот это попробуем построить идет предложение показаться не самым трудным которым можно было бы предложить из имеющих вариантов рисунок занимал более значительную часть картонки нежели его братья его братья и красаваутся самыми в центре окей ну это конечно же не могла стать поводом его отказа конечно почему бы и нет вы не слабаки это казалось даже немного сложнее чем я думаю изначально оказалось что мы в более созревшем мозга чем ли чем у лидирующей аудитории подобного времяпровождения оказалось недостаточно и быстро сборки я не учел что картинка показывает лишь переднюю часть сооружения как вышел в итоге из заднего стороны пришлось додумать самому что оказалось не самым простым занятием множество переделывание перерасмысление правильности наших действий и уже через 20 минут индетичность индетичным примером построек оказался центра кровати между нами осталось только привести ее в действие и на насладиться долгожданным результатом ульяна уже держала свой указательный палец на переключатель и видимо ожидала действий с моей стороны я не стал долго думать и дал ей добро включай наше сооружение жила свойственно ему шум запомнили незначительное пространство комнаты шестернки без проблем двигались за счет друг друга я посмотрел на ульяна она явно подовольным результатом уголки и губы значительно поднялись вверх а глаза приняли форму пятирублевых монет работает довольно громко произнесла она и провела пальцем по самой бы по самой большой движущей детали прямо улыбка до ушей и не буду разбирать туда ульяна и вновь нажав на переключатель аккуратно вознесла нашу постройку на поверхность пустой коробки на по ее поставить на примете стоящей недалеко от кровати почти не заполненный стол она взяла с собой наш эталон детской сообразительности и положила на свободное место что его не будет показано она кроватина вернулась уже со всеми знакомой головоломкой умеешь собирать кубик рубика спросил она неуверенно и скорее всего хаотично чак крутить его крайне только одну сторону они слишком быстро она протянула мне головоломкой собирать ее уже более обдуманно начал и я купить рубит купить рубит стул а я думаю почему так ярко 100 а почему это на зарядку это что-то а понял а я что-то не понял я посмотрю что как-то странно он стал ярким что-то мне не заряжался что-то зарядка что-то она хотела сделать то что нужно можно продолжить таскать что ты мне оказалось удивительно собрать обещанную мною сторону мне удалось достаточно быстро я протянул я не кубик с уже восстановленным синим цветом не широко улыбнувшись она попыталась привести его в более собранное состояние но только это увенчалось тем что все стороны вновь казались в разобранном виде а как его можно даже собирать если при этом и то что уже собрано ломается я не громко смехнулся кажется его почти невозможно собрать без точного понимания действия алгоритм и знать нужно ну да а где в голову он к с небольшой доли презрения ульяна пожелал положил его на край кровати и посмотрел на меня перец а значительно изменилась а за резко и не менее неожиданно потухли то что научить на каком число вы заказали бери ты число бери ты просто был как всегда неожиданным хоть я точно знал ответ озвучила показалось мне не и подъемной ношей я выдаю себя глубокий 8 июля как видишь у нас осталось три дня не хочу чтобы ты уезжал а кто хочет она подвинулась ко мне вплотную снова крепко обняла я хочу чтобы ты остался а сейчас говорит никакие пошлости не думаем это просто поступивших горло комок не позволил мне дать статет сражу лишь после череды вздохов я смог сказать и желанное и вы тоже очень сильно этого хотел правильно сказал хочу понять он есть немножко произнесло время подойдя на краю кровати на которые я паре я даже успел расположиться небольшой кивокс мастернет поведал ей о моем согласен но не что печать но не успела задвинуться даже на сантимет как она просила меня следующие слова хотя нет да лучше я спорить и не стал дать причина это не было после уже второго моего кивка она перелезла через меня на кровать и расположишься ближе к стене и легла рядом со мной даже не так она положила у меня на грудь и обняв меня одной рукой закрыл глаза и удобно очень не сдерживая появишься улыбки которую я но все равно не увидела ответил я вас от я легонько прикоснулся к губам к ее макушке так что она возможно даже не заметила лишь ее водой нежно окутал мою руку в предплечье и больно подобный момент я я не так наслаждаясь происходящим как тревожу себя мыслями о том что все это далеко не вечно то ли это моя и запомнил душа с недостатком теплых чувств угнетает меня за то что я настолько редко тишу свое одиночество подобные нежностями то ли тело до сих пор не верит то что все происходит на самом деле чем же ему не явь же понимали того что то их объятиях находится цены для тебя человек недостаточно я не стал также закрывать глаза что помимо нас осязания тела не сомневалась в происходящем зрительном плане сердце не же не желало разбираться в этом она попросту наслаждалась тем что ему в будущем не будет хватать течение целого года какой-то степени это все-таки не слабо заставлял под ним поднятым уголка моих губ постепенно опускаться в более привычное им положение но я старался максимально меньше думать об этом буквально несколько секунд я заставил себя верить в то что ульяна заснула все стороны не было ни движением никаких либо звуков и тем более слов но все же когда она перевела взгляд на своего младшего брата который как оказалось взял ее кепкой без без причина начал кидать ее по всей комнате не убедился обратно хотел уже сам заснуть или чё-то и еще другой хотел сделать ладно артём прекрати ее слова слова прозвучать довольно серьезно все же у нее она осталась прежним по прежнему положений видимо надеюсь что брат послушаться с первого раза но что не слишком-то удивительно это не случилось нет громко произнес он плачет после очередной бросок кепки завершился тем что он оказался на краю стоящего окна стола не добившись результата которая хотел ульяна максимально аккуратно перерезать через меня и спустилась на пол а дай мне кепку в этот раз я слово прозвучает даже еще более убедительной но как казалось не для артёма он заглушающий смех убежал соседнюю комнату и конечно же не позову приходить с собой и головной упор что за кепкой поляна быстрым шагом последоваться за ним тем самым оставь меня дома в комнате со стороны все это показалось довольно забавным и скончаемы проделки вашего звена дина вызвали у меня никак не смешки конечно если вы если они не были направлены против меня поставив себя на место ульяны поняв что все это действительно без моего наблюдения продолжается уже достаточно долго я неохотно поднял с кровати паз и проследовал за ними как только добра задавил дверного прохода из него выбежал артём просил с глаза то что он уже был без кепки но с не менее веселым выражением лица мы же ульяна соседней комнате не оказалось на первом тоже было четыре комнаты не считая кухни и каждая из них была связана с нами другими грубо говоря все было устроено так что по всему первому этажу через эти комнаты можно было бесконечно наворачивать круги и не заметил я на одной комнате я почему-то посчитал нужным не пройти в следующий а последовать в обратном направлении третьей комнате ее также не оказалось наблюдая за моим поисками артем окутал меня недовольным и даже немного виноватым взглядом у меня осталось всего два варианта из которых я сразу исключу кухню в которой сидели родители многие меда поверили мне в оставшуюся комнату глаза сразу бросился ульяна который сидел на кресле поджав колени положив на него так чтобы было что чтобы не было видно ли лица и лишь тихонько скрипала увидела заставил меня застыть на месте пробудить может вопрос по этому поводу в моей голове а только успели и каким образом угнетение совести чувство собственной вины произошедшим заставили меня подойти кресло стоит напротив ульяда понять что перед перед ней кто-то стоит она еще раз хрипнула и неохота по него голову она плакала злая блестерия все лицо уже успел пропитаться влагой и удобно понять что этим кем-то казался я ульяна сквозь сразу посмотрел на меня и спрятав глаза подвинулась подвинулся на кресле так чтобы у него мог мог вместиться еще один человек если рядом с ней не спеша повернул лицом к себе ось это на мгновенно на мгновенно и как мне показалось из-за всех сил прижалась ко мне и плачу слился двое чушь там случилось падка кислорода падка сил по непроисходящего подобрать подходи 5 слова сделать правильную череду действий чтобы все это прекратилось и самые кратчайшие сроки не знаю как конкретно поступить подобной ситуации поэтому просто охватил ее одной рукой а другой иначе периодически поглажить был час училась ладно сейчас поймем что там происходит и у него сильно не обижайся сама понимаешь он еще маленький буду чем он обязательно рассмотрит свое поведение все поймет а тебе сейчас стоит успокоиться не тратить пустую вас миксов она руками попытаться вытереть слезы на лице но это было бесполезно на их месте появились новые и поэтому она почти сразу же вернулась исходном положении так казалось мне оставалось и ждать 8 был бессилен что-либо поделать перевариваешь мысль о том что в скором времени это действительно кончится что нам будет что вспомнить далеком будущее но все равно непонятно что случилось там кепку порвала ли шут другое случилось я вот это не понимаю сейчас опять у нас вернулись звезды какой-то степень не очень сильно повезло за второй своей поездкой в этот раз нам выдалась целая неделя и и занятия в секции не помешает провести со мной чуть больше времени прошу раз это сыграло со мной очень злую шутку я был просто счастлив когда узнал о том что ульяна была готова провести со мной все время его пребывания в ее городе я запомню каждый миг и богоподобил и богоподобил каждое связанное с ней событие но что конечно же не удивительно и эта неделя не могла продолжаться вечно 8 июля 2017 года день который так обещал себе запомнить на всю оставшуюся жизнь день моего очередного отъезда поезд нетерпения ждал моего прихода чтобы забрать мне столицу мышцы я в обеде друг друга в течение получаса ловя на своих срезах множество взглядов прохожих никаких лишних слов лишь продолжительное молчание уст и мне мое дело при пересекающихся друг с другом капель я почувствовал на себе искренне ее чувств истинно привязанность ко мне я всесильно поверил в то что ульяна любит меня точно так же как и я ее тогда я понял почему моя мания быть сюда рядом с ней стало настолько неопределимой это понимание сына страны вызывала одновременно и радость и страх страх был непонятным и отверженным из-за общественных взглядов и приехавшихся социальных принципов я не мог пользоваться высказать все напрямую с огромной шанса на выше перечисленные факторы я боялся навсегда потерять ее из-за одной своей ошибки наверное поэтому наши отношения смогли поддержать продержаться еще один год если честно лучше сразу сказать что то что потом это чтобы не винить себя потом что не сказал то что хотел сказать неудивительно стало то что в этот раз меня уже сумел пробить первые слезы тени сумеясь вниз стекая по щекам и основе с нижней части шеи лишь одна решила выделиться и упасть прямо в центр экрана вновь заблокированного телефона я тебя люблю и очень скучаю любимый братик после прочтения этих слов последовал и первый комок в горле удивительно но люди проходящими мы никаким образом не обращали на нее внимание один взгляд не остановился на мне я вытягиваю щеку рукой и полностью убедился в том что действительно плачу ведь подобное игнорирование со стороны прохожих неслабо заставлял верить в обратное либо люди стали чересчур бездушными и несинтересованных чужих проблемах либо невозможно толерантным в этом плане телефон завибрировал и хоть это казалось всего лишь уведомлением к одной из моих игр но он заставил вновь вернуться к чтениям не посчитав лишнее прочитать предыдущие слова еще раз я неожиданно вспомнил это что скорее всего и поставил точку в наших отношениях возвращаемся обратно вспоминание в точках их не это шик отношения оказывай нам что-то там сделал вот конечно надо еще эту музыку поставить добить человека полночь очередная ночь встретил меня в деревне промежная тьма не только цвет исходящий из экрана мой телефон незначительно свечет небольшую территорию вокруг моей кровати те уже спят и туп ко мне до сих порт не имеется что поделать еще до начала по своей поездке смеет сбить себе в голову мысль о том что чем позже я лягу и раньше проснуть тем дольше будет казаться день и надея до типа другого занятия очень раз открыл текстовый редактор на телефоне иначе писать по несколько минут убивать свое время на то чтобы подобрать максимально подходящую рифму к соответствующему слову вновь меня тянет на грустные темы казалось бы сейчас идет самое счастливое время на которые мог рассчитывать но все же ночь не предстоит отходить от своих принципов и окутать мы углом печальными мыслями очертания лица люя ульяны спящий на соседней кровати или заметно поглядывали сквозь стену ту комнаты я знаю что поступил неправильно я не хотел ее обидеть и не ожидал исхода который сделал фатальный удар по моей совести она снова плакала снова по моей вине и не хотел так поступать это я должен был попросить прощения вместо того чтобы принимать его от ней от нее и кто я тебе после этого первые записанные строчки были заучены сразу после написания и также ударе по грудной клетке я перечитывал их раз за разом и уже еле находил силу продолжать писать дальше у меня осталось лишь всего лишь два дня на то чтобы повидать ульяне то что я держу в себе последние несколько лет те значимые три слова которые не никогда обещал навсегда скрыть в тайне от нее сердце участвует бесконечной битве с разумом главным исходом который станет мое окончательное решение насчет моего признания а рука без ведма главного органа нервная система ставит точку в уже совершенном произведении осталось он снова с ней узнает наперед ведь это с ним ни разу уже случалось что будет дальше что произойдет когда уедет сколько дней осталось считать их всех нет никакого смысла ведь счет не сможет ничего решить на самом деле эти дни простые числа и их количество уже изменить но они считают и слабее с каждым днем а счет к вечному концу подходит последний гонек скоро опять потокнет в нем и она вновь последний путь его проводит основа с ней узнать наперед ведь это с ним ни разу уже случалось что будет ждать еще хотя бы год чтобы вновь их встреча состоялась не дождался наши отношения после той ночи поэзии не прожили более двух дней до сих пор я часто веню себя произошедшим заставляя вспоминать миг наши последние встречи упиваясь в слезах из-за потерянного счастья что он не стоил просто так же как прошлый раз суметь удержать себя в руках видимо сердце все таки сумел одержать победу в той схватке печально что пресс за свой выигрыш она получила далеко не тот который желал и желал последние воспоминания последний шанс пережить этот роковой момент и пересмотреть свои слова спустя год после их озвучивания все-таки он сказал и чё голоса яйко уважаем пассажиры пассажирский поезд номер 410 старый воскл москва прибыл на третий путь по феймер номер один умирается вагона с хвоста поезда стоянка поезда 19 минут благодарим за внимание мои глаза закрыты но что неудивительно что это мало чем помогает уже при доске вине не мать многочисленные скрипы у меня от меня горечи сложившей ситуации левое плечо промокла насквозь что-то живое кажется сессию прижал меня обеими руками к себе не желая подпускать буквально миг я сумел почувствовать бешеное биение сердца человека стоящего против меня а где среди сотен беспорядочной размешанных мыслей на передний план выдвинулась на данный момент самое важное это мой последний шанс собравшись темы я не намеряюсь открыть глаза и сделать то о чем скорее всего обязательно пожирею в будущем почему из паразит эта музыка я помню там русской санимы паразит там тоже такие там очень много моментов водки с такой музыкой это признание где-то грузь где-то раскрывается истина знаешь я хотел бы тебе кое чем признаться верно это нужно было сделать намного раньше как видишь рецепт и решиться я смог только сейчас чем же задала на весьма логичный для ситуации вопрос слегка покраснев и спрятал запаха на глаза я удержали из-за нервов я даже на время забыл как дышать после каждого сказанного предложения приходилось сделать глубокий вдох чтобы его хватило на последующем нога я вдруг подумал что все таки зря все это затея и что сейчас самое время для того чтобы одуматься как-то свести все к обычной шутке скажи лучше сказать чем потом жалеть лучше попробовать чем потом жалеть что даже не пытался вспомни одну фразу который почему-то однажды прозвучал моем присутствии надолго засел в моей голове буквально сразу после и вспомнилась и другая тесно связано с предыдущей и наверно даже больше подходящей под мою ситуацию лучше попробовать и потом сожжать чем сожжать чем сожжать о том что не попробовал выдохнув из себя весь оставшийся воздух и в очередной раз вдохнов я открыл рот и выдержав небольшую паузу сказал я люблю тебя лучи длинная пауза тишина все вокруг со у нас астана остановила свой ход и перестала сдавать какие-либо слышимые звуки лишь она медленно отстранилась от меня и отошла на пол шага назад слегка задев ногой мой чехол от гитары и пару сумок у всех наверняка сейчас такие мысли что честь что я так заполчал резко моментально почему я так вздыхал потому что неподнимание у меня пошло но но и и на он был все минусная гола без беспандартная сейчас психовать буду немножко а я не хочу напрягать ее знает тоже не разговаривал мне об этом мне тоже тебя очень сильно очень сильно блюде и подать нестерпение ждать приедешь снова но любимый братьев захотел снова обнять меня но я стою на половине пути нет и много неправильности поняла ёб твою все твою налево тысяч ты были я сказал что минус горло это точно такое делать принять такое делать надо я помню я помню как ты писал припали конечно под конец написано блин я поймал тебя знаю очень-очень мало давал и давно было на это делать я прекрасно помню нашу очередную встречу о мне это что в итоге для вас она стала посреди но мы поясни слова все-таки сделай контрольный быстро по нашим отношениям и для них наступил детальный исход после них она сразу же все поняла поняла именно так как я и хотел от нее и ничего не сказал в ответ молча простояла со мной до того момент как пока я не вошел свободу а когда я наконец вернулся домой меня ждал сюрприз одно непрочитанное сообщение естественно прекрасно знал от кого она знал какого такова ее главная тема и даже почти полностью был уверен в том что там написано и к моему глубокому сражениям оказался прав отказ а в последствии бесконечного молчания игнорируемые последующих сообщений и пытался сделать хоть что-то с невозможным путями делать дело попытки хотя бы возобновить наше общение тщетно отчетные звонки не прочитаны сообщениям и в общем то это все на этом и ограничился ведь на что еще был был способен обычный 17-летний патрос тогда кроме постоянных наборов уже приевшегося номера и клацами клавиш строки сообщений да ну неожиданно непонятно подчищу случилось последнее моргание по каким-то непонятным мне причинам решилась сильно задержаться в своем процессе она задумала остановить остановиться на стадии закрытия глаз а попытка их открытие не дала никаких весомых результатов что заставил меня лишь поддаться происходящему громкость звука толпы и появившихся шорохов неподалеках неподалеку растущих кустах начали быстро стремиться к нулю отел постепенно теряясь связь с окружающим миром тут коснулся моей латони и судя по угасающим ощущениям ногтем провел по ее поверхности если вырасту на нем круг удивительно что под такой шум и не самое приятное ощущение не удалось так милолетно провалиться не провел незапланированный сон время что я был она могла кукать актём несколько незнакомых мегаласов кажется произнесли мое имя с ясно выраженным на внутренней тревоги их прерывал бьющий по ушам аппарат своим звука он видимо оповещал говорящих моем сердечном ритме частота которого я на оставала от нормы глаза до сих пор не желали открываться они куда-то везли сквозь веки с постоянной периодичностью мелькала же ярко-желтый свет они за словатый транспорт подо мной резерка подпрыгивал нас 3 нас летят встретившись за нового пути преградах очистите путь от операционным у нас не так много времени шум толпы распространившийся по бокам бесконечный коридор многочисленные шаги видимо моя разыгравшись фантазии в этот раз оказалось способна лишь на воспроизведение звуков сегодня хватало ни на смоток происходящие не именно казалось бы простое движение пальцем смешного вреда за тем какие как люди всеми силы пытаться спасти жизнь того кто сам же пожелал от нее избавиться ты бы ты это и оценил как величайшую человеческую доброту или же как более тебе знакомы привык прерывание чужих интересов жутки надо более знакомый голос разносился со всех сторон выедая изнутри мой черепную коробку ответ на его просто не нашелся и возможности в озвучивание не было в любом случае это уже неважно буквально через несколько часов аппарат оповестит их от твоей кончине этого потрепанное тело благополучно понесут ногами вперед к отведенной тебе яме ведь именно к этому мы так рьяно стремились я слабо понимал смысл рассказывать знакомцем слов его голос из излучал уверенность и заметное удовлетворение результатом но к чему все это будет ли иметь подобное рода сон какую-то смыслову смысловую нагрузку со всех сторон одновременно последовало множество презрительных вздохов я возомнился чересчур затянувшийся сон действительности а приснившийся реальность стал вызывать у тебя недоумение и отрицание я почувствовал поведение руки мимолетно пробежался небольшой поток крови я смог невысоко поднять указательный палец по ирине жизни была почти перечеркнута вместо того же позвать тебе не до опыт подобиться вечному сну одна ушастая особо мочевый раз смешалась мне свое тело ушастая особо спасибо улья у юля руками нажалась кулак ногти больно впили с поверхность ладони но я это исправлю картина если ее вообще возможно бы так назвать оборвалась также резко как и началась последним ссылками послужили довольно отчетный удар по металлу и огромное количество шороков вокруг моего некогда неподвижного тела врачи явно неприятно удивил факт моего неожиданного действия кажется их планы насчет меня внезапно прервались чем для меня кое-что дошло кое-что что повергло бы меня в неописуемый ужас если бы я до сих пор мог чувствовать свое собственное тело тут грузовик не на перекрестке он все-таки всевышний со злоем и моей потрёпанной души еще никто время папа побродить на брены по бревной земле видимо он посчитал нужно перенести в другое место что же все это было к чему будете все эти воспоминания и розыгрыш за счет продолжения моего существования и вновь пережил лучшие моменты из своей жизни каждому даруется такая возможность перед кончиной час что за прикол в этот раз мы гоник решил появиться сразу почему мне прошла скол нормально тут час какой-то пиздец ну ладно ладно сказать так и будет я еще по делу я честь смогу понять почему-то он явился ко мне уже менее привычном не одежде и как бы то не звучал значительно помолоделся наши последние встречи нет этой блять фотокартинки с молодого семена можно сказать то есть я уже умер ну нельзя сказать что ты прав полностью но твоя жизнь уже привычную для тебя мире действительно завершилась и что мне следствие теперь и сделал правильный вывод пересмотрев фрагмент из своей завершенной жизни только таким людям дается право на перерождение они вот и вы все-таки появился он не громко смехнулся ох уверен что в и вторую жизнь ты проживешь не менее осмысленно айвы за приняли форму пятирублевых монет из-за чего немало устрашающий улыбка пионера это расширилась я никогда не представлял свою смерть в особых подробностях но явно не ожидал что она окажется она стойко мимолетной даже более мимолетной чем сама жизнь стоящий напротив меня двойник как я подумал ждал очередного хода моих размышлений насчет происходящего но я не спешил начинать их вери к самому себе до сих пор не было да и кори его действия так не раскрыл но как и в прошлый раз у меня попросту не осталось другого выбора почему ты мне помогаешь я понимаю что у тебя довольно много вопрос по этому поводу но я советую попросту воспользоваться своим шансом и продолжить свою жизнь но уже с немного другими условиями и волнуйся тебе не придется начинать себя с самого начала больше часть лет так и останется за твоей спиной он оценит оценочную глину у меня с ног до головы 17-летний лоза будет оптимально для тебя думаю ты не будешь против пережить уже прожитые пару лет заново я машинально кумки но на что немало трассает устрашающего купения расширилась двое славно насчет памяти может также не беспокоиться общее знание для полноценной жизни останутся при тебе и конечно же не считая этого разговора краткий эскус по рейсу новой жизни переведен просим собраться пристегнуть термины безопасности приготовиться поездки ну давай показать где мы появимся по щелчку пальцев его силой сварился под его же душевизляющий смех давающий ни капли доверия сказанным словам я уже перестал верить то что это именно да его последствия последний действий сину уверили в том что больше это походило на проклятие даем и ничего с этим поделать я уже не мог ведь когда я моргнул в очередной раз глаза открыть не мне почему-то опять не получилось фу да ё-моё на началось бесконечно потоки солнечных лучей беспощадно пытаясь прорваться через мои веки что ему давалось с немалым успехом даже жара точно так такие же ощущения жизни и полностью функционирующий тело такая скамейка стала черчур мягкой я коснулся руками и поверхность убедился в правильном своем намечании после этого я наконец мог открыть глаза это боюсь и слова вместе ожидаем но но и летнего пейзажа в знакомом не пока я обнаружил нечто более удивительное пустующий салон автобуса аж и водитель видимо не побоялся оставить меня до вас возможности осмотра ли даже нахождение вещи которые сейчас без лишней осторожности можно было бы положить себе в карман за моей спиной обнаружить несколько из них далеко не пустой гитарный чехол послужил мне подушка для судя по всему довольно продолжительная сна рядом с ними оказался с линии рюкзак среднего размера я стал в полный раз почувствует уношен своих плечах освещенный гриф гитара несколько ударился об крышку автобуса многие сами поверили меня в сторону выхода а глаза машинами пронаблюдавшие за видом и звуком далее ширяться все больше и больше от увиденного бесконечно дорога тянулась горизонту место казалось для меня совершенно незнакомым о чем мое дыхание на время решил прерваться и это я после несколько секунд беспрерывного взгляда на дорогу руки самопроизвольно потянулись карман в поиск от телефона нужно было сделать срочный звонок давать кому именно не просто важно было убедиться возможности телефонной связи как я и боялся я не оказалось узнать своими соположения так не удалось телефон полетел задний карман шорт под мой продолжительный глубокий сдох после несколько минут мне удалось смириться своим положением поизвучав местность и смог обнаруживать какой-то значимый данной ситуации намек на человеческую деятельность железного рода застыли перед моими глазами а перед ними снимал радостным выражением лица меня встретили 200 топение там не удалось понять по надписти красовавшийся верхушки самих ворот и не лагерь совёнка шептом произнесся я написано он не выглядел заброшенным хотя его название первоначально заставил мне подумать об обратном ведь подобных лагерей уже давно не существовало сделал для себя вывод что передом оказалась историческая реконструкция и решил все-таки войти внутрь но неожиданно появившись и стремительно нарастающие шаги застали меня на несколько секунд замереть на месте а потом и вовсе отойти от ворот еще на один метр за ворота показалась чья-то тень который стал медно приближаться ко мне ворот коснулась чья-то рука а чё она они не громко скрипную а за ним появился ее владелец страсти славе а есть бы точение владелица я оказалась девушка золотыми волосами запретенным две большие косы которые подходили четыре дни до колен а сама она была одета в что что они слишком удивительную в пионерскую форму увидев меня на остановилась у кого входа в лагерь и слегка логнулась почему-то появилось немало желание улыбнуться и в ответ я все же воздержался а соцсет стал стоять на месте смотреть на нее не знаю что делать дальше они что мы оба уже слишком долго стоим на месте она поправила волосы подошел ко мне и стала напротив его с этими словами стала напротив мы остановимся так сказать завтра продолжим посмотрим может будет тоже конец этой истории неизвестно еще чего 1 позже мы ставьте все спасибо за просмотр подписывайтесь на канал сами свои обороны дабы бесконечное лето вот под названием темная сторона истинности